Итак, мои дорогие друзья и зрители, я всех вас приветствую и мы начинаем с вами новый невероятный видеоролик и будем говорить об инопланетянах, которые возможно присутствуют уже среди нас и даже помогают некоторым правительствам Итак, для начала я вам расскажу информацию, которую получил сам, прочтя одну из новостей и найдя в интернете небольшой видеоролик В команде обсерватории София работает инопланетянин Что же здесь мы можем увидеть на фотографии? Задний фон, какие-то люди, мониторы, сидит девушка, вытянута рука, но не совсем понятная Что-то с ее рукой происходит Я начал разбираться, что же такое София, обсерватория, что это за объект космический или наш реальный Оказалось, что это телескоп, который установлен на самолете Boeing 747 У них есть некоторые сайты, информация об этом телескопе Сейчас я покажу вам, как он выглядит, чтобы вы имели представление А потом мы узнаем все досконально, как и что происходит Ну, во-первых, вот общий вид самолета София Boeing 747 В задней его части вы видите открывающуюся конструкцию Внутри которой расположены зеркала или телескоп Но любой телескоп состоит из нескольких зеркал Этот проект сделан компанией NASA Космической, американской, как вы понимаете Совместно с немецкой компанией, которая производит и произвела вот эти телескопы И в принципе, как я понимаю, что именно по их решению и предложению Они с помощью вот этого самолета Софии проводят все эти опыты Таким образом он выглядит достаточно большой Boeing объемный, потому что тоннаж вот этого телескопа тоже большой Летает он по всему миру Может оказаться и на севере, и на юге Мы даже не будем об этом знать Кто же там внутри него работает Сейчас мы все с вами увидим и узнаем Даже вот по спускающимся ступенькам видны дети Может быть это экскурсия какая-то была военная То есть все засекречено и очень опасно Здесь представлена команда сотрудников вот этой Софии Правда фотографии сделаны в 2013 году Но видно очень хорошо, кто там работает и трудится в этой компании В основном это немцы Даже состав экипажа немецкий Называется обсерваторий Что такое обсерватория? Это значит, что вот в этой задней части самолета Этот телескоп снимает, как нам говорят, звезды Скопления разные звездные, туманности Но зачем это делать, по большому счету? Ведь существует, как они говорят, огромное количество спутников МКС, что-то еще Зачем самолет запускать дополнительно И еще для съемок космоса Тем более, что он летает достаточно низко На высоте 13-14 километров МКС, напомню вам, летает на высоте 400 километров А этот самолет летает чуть-чуть выше обычного Тогда как наш пассажирский самолет летает 10-11 километров Этот поднимается на высоту 13-14 в стратосферу Различные символы В том числе и НАСА Немецкой компании ДЛР Что-то они там пытаются найти или рассекретить И какие-то непонятные сотрудники у них в штате существуют Когда я просматривал множество фотографий Я обнаружил еще одну особенность И нашел второй дубликат или копию Вот этого самолета София Обсерваторию Вначале я подумал, они сделали фотографию, раздвоили Но не все так просто Это абсолютно два разных самолета По верхней части видно В визюляже вот здесь нет ничего Здесь стоит какая-то конструкция колеса Деревяшечка вот здесь под левым колесом Здесь тоже под левым Но она здесь двойная, здесь одинарная Это абсолютно разные самолеты Получается их даже несколько Хотя вроде бы напоминается только об одном самолете Софии Который курсирует Потому что все это дорогостоящее И зачем, еще раз повторю, снимать Космос из самолета Может быть они конечно снимают и не космос А лишь только нам рассказывают Что стараются снять его Вот так внутреннее помещение выглядит Самого телескопа Поднимается он над городами Над морями И курсирует Вот здесь завод Где видимо его укомплектовывают Можем заметить, что работает огромное количество мексиканцев Ну по национальности видно Мексиканец, мексиканец С флагом Америки Поэтому нас в этом видео интересует Именно штат сотрудников И немножко мы познакомимся с этим телескопом подробнее Вот эта женщина возможно летчица Но вроде бы с руками у нее все в порядке Не видно, что она гуманоид или инопланетянин На закате или на рассвете самолет стоит На территории аэродрома С колючей проволокой он взлетает Летит И учитывать надо, что на ходу На высокой высоте Открыть вот такое огромное отверстие 4 на 4 метра Мощное конечно изобретение Потому что все эти аэродинамические условия Будут так там поддувать Что может и сдуть Или там сломаться задняя часть фюзеляжа Потом нас очень интересует вот эта вторая фотография Я вам чуть позже о ней расскажу Вы поразитесь, что здесь есть Попробуйте догадаться сейчас Но здесь есть тоже рептилоид По моему мнению Я вам покажу, докажу и объясню Смысл этого телескопа в том, что он снимает Не просто в черно-белом излучении Или там в обычном Он снимает вот так вот в инфракрасном Если мы посмотрим на небо с помощью обычной Или там специальной техники Увидим звездочки и все Этот же телескоп видит вот так вот Все в огненном виде, можно сказать То есть инфракрасное излучение Сделали они 3D-картинку Как будто летят Там звезды Как вы понимаете Вообще звезды увидеть тяжело На камеру обычную Здесь сотрудники работают За из них Части хвоста Вот фюзеляж Вот эта часть скрывается И в любой момент Мне кажется Порывом ветра Можно оторвать этот хвост И Как-то здесь они все рассчитали Тут сотрудники спускаются После своей трудовой деятельности Теперь Давайте повнимательнее посмотрим Это видео Где показывается Что там На этой станции Работает именно инопланетянин Наш взор Должен быть обращен Вот в эту часть Здесь Вот издалека В принципе Вот на эту руку Все вопросы К этой руке Вроде бы Говорят Что это похоже Рука рептилоиды Ну давайте смотреть На хорошем В хорошем качестве Я нашел эту запись Здесь вроде бы Незаметно Что это прям Рука рептилоиды Во-первых Здесь девушка Видно с очками Ну такое впечатление У нее палец Вот этот Продолговато Опущен вниз Тут еще один палец И вот этот Какой-то длинный По-видиму Кажется Что Она Не совсем Человек Судя по пальцам Давайте Посмотрим Вот тот Дальний палец Вообще Очень длинный Замедляем Кадры Смотрим Еще раз Очень внимательно Потому что В этом моменте Именно Самый Пик Происходящего И Самые Интересные Данные Кто же Эта девушка Настоящая Или Она Получеловек Полу Рептилоид И Что у нее С рукой Очень Интересует Ваше мнение Так как Можно Здесь Оценить Двояко Можно Сказать Что Вот Здесь Допустим Вот Это Вот Наш Большой Палец Это Указательный Там Сзади Еще Выпрямлены Пальцы Можно Подумать Что это Реально Палец Рептилоиды Которого Таким Загнут Загнут Блестит Слегка Кольцо Такое Впечатление Ну Вот Давайте Рассматривать Высказывать Своё мнение В комментариях Мне У меня Скажем Так 50 на 50 Даже Больше Может быть 60 на 40 Что Это Обычная Рука После Того Как я Хорошо Изучил Эти кадры И Нашел И В Хорошем Качестве Такое Впечатление Что Просто Таким Образом Сложились Пальцы Еще Надо Учитывать Что Она Делает Она Работает На Клавиатуре Какую То Клавишу Ну Здесь Вот Очень Похожа Рука На Рептилоид Да Ну Вот Пальцем Она Указатель Нажал На Клавишу Эти Пальцы Зачем То Выпрямила Хотя Странно Она Вот Так Вот Держит Даже Свою Форму Рук Рассматривать И думать Кто Из вас Что Скажет Рука Рептилоида Это Или Рука Человека С Очень Очень Длинными Пальцами Еще Раз Я Замедляю Вам Показываю Сблизи Ну Для Меня Это Очень Странная Рука Но Все Таки Человека Ну Процентов Может Быть 20 30 Даже Не 40 Может Быть 20 Я Оставляю Что Это Рука Рептилоида Вы Посмотрели Это Видео Ну Один Палец Очень Длинный Сто Процентов Сейчас Я Вам Объясню Что Может Быть Это За Создание Если Все Таки Это Не Человек Был А Какой Там Скажем Сотрудник Гуманоидной Расы Как Мы Знаем Что Нашли Перуанские Мумии Точнее Перуанских Инопланетян В Засушенном В виде Непонятных Полулюдей Или Отдельную Расу Вот Таким Образом Выглядит Мумия Назвали Эту Девушку Мария Уже Окаменела Кости Но Она Реально Трехпалая И На Ногах У нее Тоже Три Пальца Очень Это Все Хорошо Видно Соответственно Она Явно Не Человек Вот Таким Образом Ее Восстановили Если Посмотреть В принципе Телосложение Фигура Вполне Наши Земные Вид Девушки Обыкновенная Голова Немножечко Непропорционально Большая Челюсть Но Форму Головы И Вид Можно Сделать И Человечески Самое Главное Что Здесь Было Сделано После Восстановления У нее Три Длинных Пальца Как У той Девушки Мы Только Что Увидели На Видео Поэтому Вполне Возможно Что Та Сотрудница Которая Летела В Самолете Она Может Быть Наполовину Гуманоидный Рептилоид Как Я Понимаю Что Это Скрещивание Между Рептилиями Вот Такие Вот Они Гуманоидные Рептилии И Человеком Эти Создания Имеют Размер 60 Сантиметров Очень Небольшие Длинная Голова Большая И Тоже Три Пальца На Руках И Три На Ногах Это Истинные Внеземные Создания А Вот Эта Девушка Все Таки Она Уже Скрещена Между Ними И Человеком Гуманоидные Рептилии Они Размножаются С помощью Яиц И И Имеют Как Раз Три Вот Этих Пальца С Четырьмя Фалангами Что Нам Показалось Было Видно На Видео Вот Мое Предположение Которое Я хотел вам Озвучить Но Все Таки Видео Как Нам Показалось Оно Двоякое Можно Подумать Что Это Все Таки И Человек Каким-то Образом Скрестил Так Пальцы Можете Найти Его Вот На Официальном Сайте НАСА Вот 29 Июля 2015 Года Вот Его Название Этого Ролика Можете Пересмотреть Внимательно Там Действительно Ука Есть Эта Девушка На Кадрах Там Еще Много Других Сотрудников И Непонятный Вот Этот Пожилой Человек Тоже У Меня Вызвал Много Вопросов Что Он Там Делает Какой То Старец И Похож Тоже Немножко На Пришельца Можете Зайти Сайт НАСА В Ютюбе И Посмотреть Вот Этот Ролик В Хорошем Качестве Потому Что Вначале Я Нашел Его Вот Так В Твиттере Здесь Вообще Непонятное Качество Все Размыто Но В Итоге Я Зашел На Страничку Гоу НАСА Гофф Это Правительство И Попал Сюда Давайте Познакомим Что Же Такое София Как Мы Видели Самолет И Что Же Он Выполняет Стратосферная Обсерватория Инфракрасной Астрономии Совместный Проект НАСА Германского Центра Авиации И Космонавтики По Созданию И Использованию Телескопа Системы Кассагрена Система Кассагрена Это Человек Вы Не Поверите Который Работа Жил В 1600 Годах Вот По Этой Системе Они 400 Лет Назад Уже Изобрели Такой Телескоп Зеркальный Работающий С Борта Летящего Самолета Боинг 747 Начало Проекта Май 2010 Вот Это Очень Важная Цифра Потому Что В мае 2010 Вы Не Поверите Но Ватикан Наша Библия Ватикан Тоже Они В этом Году Создают Свой Телескоп Под Названием Сабер Авиатуры Люцифер А Люцифер Напомню Вам Это В Мифологии Даже В Истории Мы Можем Прочитать Светоносный Несу В римской Мифологии Персонификация Утренней Звезды Планета Венера Все Тоже Связано С этой Планетой Венера Или Звездой Апокалипсиса Люцифер Соответствует Древнегреческому Фосфору С Позднего Средневековья В христианстве Синовенем Падшего Ангела Отождествляемого Сатаной Или Дьяволом Вот Представляете Такая Религия Как христианство Называет Свой Телескоп Тоже Они Стали Наблюдать Очень Сильно За Звездами Ватикан Как Называет Люцифер Можно Почитать В древности Персонификацию Утренней Звезды Планета Венера В христианстве 17 века Предводитель Падших Ангелов Дьяволов Бесов Чертей Отождествлен Сатаной Вот Кто Такой Люцифер И Они Называют В аббревиатуре Тоже Такой Телескоп Который Они Установили В Америке Странные Вещи Творятся В Ватикане Так В 2010 Году Был Открыт Новый Телескоп Который Был Разработан Учеными Из Пяти Немецких Университетов Немцы Создают Эти Супер Телескоп Университет Штата Аризона И Язуиты Из Ватикана Соорудили Этот Телескоп На горе Грэм Аризона США Это Величайший Зеркальный Телескоп В мире Но Удивительное В этом Проекте Это Имя Телескопа Потому Что Ему Было Название Дано Люцифер Но Это Сокращенно Там Еще Расшифровка Этих Слов Получается Что Все Наши Святые Вот Эти Отцы Католические Ватиканские Они Тоже Стремятся Узнать Все О космосе И Всего И Все Для Чего Им Понадобился Мощный Телескоп Да Еще С Таким Названием Быть Может Они Кого Ждут Из Космоса Я Думаю Не Просто Они Кого Ждут Из Космоса А Они Уже Встретились С Кем То Оттуда С Какой Т Расы Которая Принимает Участие В том Числе В этих Полетах Я Вам Все Так Докажу И Объясню Сейчас Уже Следующее Видео Я Сам Нашел Разобрал Кадры Что На Борту Присутствует Внеземные Цивилизации Или Полу Люди Полу Гуманоиды Если Первое Видео Или Фотографии Мы Скажем Можем Не Совсем Поверить Разбираться Что У Этой Девушки С Рукой То Чуть Позже Вы Увидите Реальная Руку У Тоже В Этой В Этом же Самолете Обсерватория Но Уже С Видом Ящера Или Гуманоида Или Динозавра Давайте Посмотрим Что Вообще Эта Обсерватория София Сделала За Все Это Время Здесь Ее Устройство София Расположена На борту Широкофюзеляжного Самолета Боинг 747 СП Который Был Модифицирован Для Установки Телескопа Рефлектора Половинной Метровой Апертуры В задней Части Фюзеляжа И Работает На высотах 12-14 Км Вот Это Очень Важно 12-14 Км Чуть Выше Полета Самолета В Стратосфере А Стратосфера Напомню Вам Что Это Слой Атмосферы Располагающийся На высоте От 11 До 50 Км Характерно Незначительное Изменение Температуры В Слое От 11 до 25 Км И Повышение Ее В слое От 25 Км До 40 И Температура Повышается От 56,5 Минус Минус Градусов По Цельсию Очень Холодно Минус 56 До Плюс 0,8 По Цельсию До Нуля Достигнут На высоте Около 40 Км Над Землей Значение Становится 0 Градусов По Цельсию И Температура Остается Вы должны Понимать Что Чем Выше Тем Теплее Там Уже Очень Хорошо Рассказывается Об этом Самолете И В самом Низу Научные Результаты Которые Он Сделал За Все Время Первое Изображение С помощью Этого Телескопа Было Получено 26 Мая 2010 Года Астрономические Наблюдения Велись Около Двух Минут Как же Долго Велись Эти Наблюдения Две Минут Целый Самолет В ходе Которых Были Сняты Юпитер И Ядра Галактики М М82 Галактика М82 Это Галактика Сигара Спиральная Галактика С перемычкой С мощным Звездообразованием В созвездии Большая Медведица В центре Галактики Находится Сверхмассивная Черная Дыра Ну Вот такие Сказки Нам здесь Рассказывают Мы конечно Об этом Ничего не знали Не слышали Для кого Все эти Данные Научные Изыскания Открытия Делаются Тоже Неизвестны Для людей Для нас Простой Массы Ничего Не доходит Абсолютно Нам только Толдыщут Про Политику Про газ Про новости Про какую-то Ерунду А о научных Открытиях Нам вообще Никто Ничего Не рассказывает Летающая Обсерватория Софии Помогла Весной 2015 Года Доказать Что Сверхновые Являются Основным Производителем Космической Пыли В галактиках Составляющей Основы Земли И всех Существующих Во вселенной Планет Вообще Занимается Какой-то Космической Работой То же Самое Что Делают Любые Спутники МКС Зачем Было Запускать Еще Этот Самолет Неизвестно И какую Именно Он Работу Выполняет Помимо Того Что Смотрит За Звездами И сотрудники Которые Находятся На борту Это Очень Большой Вопрос Теперь Мы С вами Приступим К изучению Следующего Видео Которое Вас И у вас Не останется Вопросов Что же Там Все Таки На этом Видео Есть И происходит Тоже Тот же Самый Самолет Мы Начинаем Смотреть Очень Очень Внимательно И Наблюдаем За девушкой Как я Вас Уже Просил До этого Посмотреть Фотографию Смотрим Вот На Эту Девушку В тот Раз Та Девушка С Непонятно Рукой Сидела Вот В правой Часть Сейчас Мы Наблюдаем Вот За ней Черноволосый И за Ее Рукой Мы Уже Издалека Можем Увидеть Что-то Странное И непонятное Кисть Очень Толстая И Видны Только Два Правых Пальца Ну И Мизинец Просто Огромный Какой-то Начинаем Наблюдать И Просто Поражаться Итак Что-то Что-то Не В Порядке Невероятный Кадр Давайте Вернемся Еще Раз Смотрим На Эту Руку Запястье Вот Здесь Очень Хорошо Видно И Можно Нажать На Паузу Можете Свою Руку Положить Для Интереса На Мышку Или На Что-то Еще Такое Впечатление Что Реально Три Пальца Раз Виден Второй Третий Может Быть Так Также Вы Можете Посмотреть На Любую Мышку Для Компьютера Она Как бы Предназначена Как раз Для Трех Пальцев Чтобы Удобно Было Работать И Нам И Им В Середине Колесик И Две Кнопочки Справа Слева Идеально Нашел Отдельно Очень Много Вопросов Что Это За Рука Если Та Была Тонкая И Длинная Вот Это Очень Напоминает Уже Руку Не Человека Или Трансформированную Непонятную Руку Давайте Еще Раз Посмотрим Фотографии Гуманоидных Рептилий Как Они Выглядят И Как Выглядят Их Руки И Уже Вы Точно Сможете Увидеть И Понять На Эти Мумии Найдены В Перу Очень Хорошо Видны Вот Здесь Эти Пальцы Правда Уже Окаменелые Вот Девушка Стоит Ну Абсолютно Точно Так же Выглядит Как Раз Три Руки Здесь Модель Восстановлена Может Быть Не Так Хорошо На Засушенных Тоже Руках Вот Этого Маленького Гуманоидно Можно Видеть Как Раз Эти Три Пальца Толстая Рука И Три Пальца И Думаю Вот Это Кадры Из Этого Видео Вам Очень Напоминает Вот Эту Руку Ну Скажем Так Тоже Не Стопроцентная Гарантия Но Возможно Вот Эти Сотрудники Которые Принимают Участие В Полетах Не Такие Простые Потом Когда Я Нашел Видео Где Была Съемка Этого Видеоролика И Все Сотрудники Спускались Вниз После Полета Сейчас Я Вам Покажу Вот Этой Девушки Я Не Нашел На Фотографии Полет Закончился И Основная Масса Сотрудников Шла Вниз Но С Черными Волосами Девушки Я Приближал Смотрел Искал Фотографии Не Нашел Может Быть Она Прошла Раньше Может Быть Она В Самолете Но Здесь Такой Ее Девушки Не Существует Вот Вот Идут Поэтому Я Предлагаю Еще раз Задуматься Друзья Так Ли Все Просто Так Ли Устроен Наш Мир Кто Они Такие Давайте Еще Раз Посмотрим Эти Кадры Внимательно Без Меня Прошу Вас Оценить И Каждому Высказать Своё Мнение Настоящие Это Люди Ненастоящие Полу Люди Кто Они Такие Смотрим Девушки 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 Продолжение следует... Вот такой вот видеоролик для вас, друзья. Думаю, очень познавательный и интересный. Мы продолжаем размышлять, разбираться в нашем мире, что же все-таки происходит. Говорю вам всем, до новых встреч. Скоро увидимся. А сейчас поехали и пока. Бум! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok